Таня, Антон, можете подвинуться сюда поближе? И Зина тоже, вот этот, вот как-то так. И давайте, давайте, каждый там, не знаю, расскажет очень-очень быстро, как его зовут, и что он здесь делает. Зачем он сегодня сюда пришел, например? А, начинаем, да? Ну, быстро, быстро. Не, 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 не длинная сейчас история, мамаш, очень быстро. Меня зовут Зина, я сюда пришла с двумя целями. Первое, сделать то, чтобы все было четко вовремя и все происходило, а второе, узнать путь и сума и понять для себя, над чем мне еще нужно работать. Чтобы понять, как таки делать, приятные фишки. Вова, я думаю, все знают. Пришел поздно послушать, посмотреть, может быть, чем-то поделиться. Давай, Света. Меня зовут Мила. Это сюда говорит? Мне очень интересно послушать, узнать новое, как делать мероприятие. Интересно узнать. Меня зовут Саша. Ну, поучиться всегда не вредно, при том, что совсем недавно сделала первое мероприятие. Знаю много плюсов и минусов, но хотелось бы понять, как можно это делать лучше. Я Катя. Я занимаюсь здесь пока что только в волонтерском проекте Act of Time. Да. И все, я пришла послушать такие разные интересные вещи. Я Нина. Я работаю в фишке, если кто не знает, директором по финансам. И это называется директор финансов и операций. Очень странно. Оперативным директором. Опер, короче. И я пришла, во-первых, познакомиться с теми, кого я еще не знаю. И поделиться с вами своим опытом работы с волонтерами. Рита. Привет. Я думаю, что я здесь в основном для того, чтобы, во-первых, познакомиться действительно со всеми, со всеми. Потому что команда разрослась, и это очень классно. Я всегда нахожу что-то новое в таких вот семинарах. И это классно. Надеюсь, что смогу еще и поделиться чем-то, какими-нибудь интересными, хорошими, полезными знаниями. Балочка. Страшная штука. Валя. Зачем я пришла? Поделиться тем, как стоит думать насчет ИЦУВа-эвента. И слушать, как делать все остальное, кроме ИЦУВа-эвента. Я Лена. Я делаю флайеры для некоторых ивентов. И очень боюсь мероприятий. И решила послушать, как их делать. Я Надя. И действительно, мне кажется, интересная тема. Всегда можно узнать что-то новое. И также интересно послушать своих коллег, когда они будут говорить о именно сферах, в которых они, в общем-то, осы. Я Дина. Я пришла для того, чтобы поддержать этот прекрасный микрофон в руке, безусловно. Хайлайт вечер. И, конечно, поучиться и послушать. И в результате стать продюсером мега-эвентов. Меня зовут Марина. Я в группе Мехугим. Я здесь, потому что продакшн, вообще-то, это моя профессия. Раньше, что было в телевидении, сейчас в театре. И сейчас вот здесь я хочу научиться еще чему-то новому. И вообще просто мне здесь нравится быть. Меня зовут Игорь. Я тоже из группы Мехугим. Тарыш Ленин завещал учиться. Вот я выполняю завещание. Здравствуйте. Я Антон, который делает каждый раз вот такое хмурое лицо, когда начинается вот это вот. Давайте познакомимся. 20 всех друг другу знакомых людей начинают знакомиться. Так что я передаю дальше слово начальнику транспортного цеха. Благодарю. Вы, конечно, должны были завершать этот круг. Ну, я Таня. И очень приятно пришла сюда сегодня, дабы поглотить кучу конструктивной информации по поводу организации ивентов в Фишке. Ешь. Спасибо. Незамечательные люди сзади. Нас сегодня. Маша Бадо. Григорий Бадо. Да. Студия. Видеостудия. Мы снимаем. Мы рады вас снимать. Спасибо. Окей. На самом деле, у меня есть две темы, кто тоже поговорит сегодня. Они совершенно разные. Но они перекликаются. Я хочу с вами поговорить о том, что такое цель. И о том... Я вам сейчас сразу расскажу все о том, что я хочу с вами поговорить, и о том буду про договорить. Первое, это на самом деле называется цель. Да, я вам... Ну так, поговорим о том, что это значит, значит, для меня, и для других людей, которых, мне некоторых я ценю и уважаю, что это значит фишки. Что бы хотелось, чтобы это значит на фишки. Это первая часть. Вторая часть, она говорит уже конкретно о мероприятиях, какая-то определенная философия того, как делать мероприятия. Мы об этом начали говорить в проекте Макугим. И Ленка вот хорошо вот тогда сформулировала, что, в принципе, это вот как Малевич, как искусство. Да, я сейчас вам кидаю тизеры. И так получилось. Я сейчас так не совсем собрана с этим, но вот вы поможете вместе с ним собраться. Почему? Потому что здесь вчера у нас в гостях был Марат Гельман. Марат Гельман – это известный галерист, основатель Перского музея. Это, в принципе, человек, который изменил вообще понимание, что такое современное искусство на территории России. И Марат Гельман мне туда капнул как раз вот в эту всю историю определенной мысли, которую я с вами поделюсь, и которая, в принципе, на самом деле, очень релевата к нашему сегодня семинару. То есть вот такие две темы. Темы совершенно разные, да, поэтому мы сначала поговорим об одной теме, мы ее обсудим, мы перейдем к каким-то выводам, потом мы скажем «Окей» и перейдем на другую тему. Они как бы, это не продолжение разговора. Теперь, почему мне важно с вами говорить про цели. Не знаю, кто-то видел, кто-то не видел, тот вот я повесила такой ролик товарища Ильяу Гольберта, Берт Гольберр, с фамилиями, который, в принципе, написал такую целую книгу, которая называется «Цель». Но я вам немножко расскажу про себя. Я приехала в Израиль 9 лет, город, замечательный город под названием Хадера. И сегодня вот как бы я думала, вот как вот с этого города Хадера и вот с этой вот маленькой девочке Олы Хадаши в классе, каким образом вообще вот у меня, у меня часто спрашивают, каким образом у тебя, вот как у тебя получилось там что-либо сделать? Вот когда я в прошлой жизни занималась такими вот фестивалями-курсиками, кто там знает и в курсе, все время вот куда-то на какую-то вот, на любую тусовку, на которую я приходила, ко мне подходил всегда кто-то замечательный с вопросом. Обычно люди такие думают, что они первые задают этот вопрос и спрашивают, слушай, Лена, а вот расскажи мне, как у тебя это получилось? Это всегда было очень смешно, потому что всегда вот после этого, я часто рассказывала историю про старца с длинной белой бородой, который, когда отменилась Дуговка на пляже Дуга, встречал просто каждую машину, он брал деньги за вход, хозяин пляжа по имени Ротор, и подходил к каждой машине, вот которая приезжала на этот пляж, и спрашивала их, а может вы здесь организуете что-либо? У него отменилась Дуговка, он очень хотел привлечься русских на свой пляж, и искал, то есть я не знала, что он в подходе к каждой машине, я думала, что он подошел ко мне, единственное такое вот вообще, увидел во мне вот что-либо и сказал мне, может ты организуешь? Он потом мне просто рассказал, просто каждая машина, которая приезжала на Хоу-Вдуга, и там сидели русскоязычные, он им говорил, а может вы это организуете? Организовала почему-то я и вот, соответственно, ребята, которые в тот момент конкретно были со мной в машине, да, а не кто-либо другой, вопрос. А нужно вроде бы как бы многим, то есть, да, организовала я, нужно многим, как это вообще работает, фишка, то есть тоже многие говорят, а почему вот нету сегодня фишки в других городах, нам очень хочется, да, что произошло, но почему-то вот фишку опять-таки организовываем мы, да, и что же такого есть особенного в нас, и что вообще такое происходит, что в принципе создает ту ситуацию, в которой люди что-либо делают, а другие люди что-либо не делают. И я считаю, что это цель, это цель. И я к этому семинару приготовила такую презентацию замечательную, длинную, с картинками, которые я вам не буду показывать, но я вам потом я пошлю, покажу, может быть, один слайд. Слайд я вам расскажу, что мне интересно. Ну, потому что мне кажется, что гораздо более важно так услышать, чем видеть сейчас в таких вещах. И что я имею в виду, когда я говорю цель? И что такое цель? Вот когда я помню, это Оля, знакомьтесь. Когда я хотела сделать курсик, после того, что я встретилась с этим дедушкой на пляже Дуга, у меня эта идея о том, что нужно бы что-то такое делать, просто вот, не знаю, вот села вот куда-то вот сюда. Теперь это было ужасно смешно, потому что практически любой человек, которого я встречала от того момента, что эта идея пришла, от того момента, что она воплотилась в реальность, теперь вы должны это просто понять. То есть я была студентка, мне было 20 лет, и я вообще не знала, что такое ни музыка, ни организация, ни деды на пляже Кенерет, ни музыканты, ни аппаратура. Я ничего не знала, никого не знала, вот мне просто пришла в голову вот эта идея, у меня появилась определенная цель. И то, что я делала от момента того, что мне пришла эта идея до того момента, как она произошла, я просто всем людям, которых я встречала, каждый день я рассказывала об этой идее. И я ее обсуждала с ребятами в прачечной технионе в общаге, я это обсуждала в автобусе, с людьми, с которыми я ехала в кайфу, я это обсуждала со всеми своими знакомыми, со всеми. Я ходила, и просто это было 100% того, о чем я думала в тот момент, когда я не занималась другими, не менее, важными делами, как сдавать сессию, например, и так далее. Хотя в то самое время тоже я об этом думала, и потом со стороны куртика я говорила спасибо тем замечательным людям, благодаря которым я закончила технион. Потому что это было не благодаря мне, я занималась курсами. Почему я вам про это все рассказываю? Потому что вот в той замечательной презентации, которую я вам сегодня не покажу, есть цитата одного очень хорошего лектора, который у меня был в университете. В университете я ее очень децитировать, она звучит очень молодец. Это потрясающая фраза, она говорит о кофе, о самом простом, самом простом. Кто тут думает вообще, зачем он пьет кофе перед тем, что он это кофе пьет? Мы встаем утром и мы делаем себе кофе. Это наш ритуал. А нужно ли нам это кофе, не нужно ли нам это кофе? Мы думаем, может быть оно нужно нам, а может быть оно нам вообще не нужно, а может нам нужно другое, может нам нужно виски выпить или шампанского с утра, чтобы почувствовать себя намного лучше. Что? Пока ты будешь думать за ней, ты уже перерасхочется на всей лице. С одной стороны. А с другой стороны, в тот момент, когда ты пьешь это кофе, ты не идешь на пути к своей цели. Вот. Теперь это опять-таки разница, не всем это нужно. Не всем людям нужно достигать какие-то цели, не все мы становимся там, открываем свои музеи, фирмы, становимся там. Не всем это нужно, мне кажется, что люди, которые здесь сегодня собрались, это те люди, как раз которым вот вопрос, что-то нужно, да, вот вопрос что-либо с тобой в этой жизни делать, он их интересует. А не камба-бокер в ушце, маша бы стратегия шире. Это настолько важно. Теперь есть правила, которые, я не написала, что это звучит на презентации, но есть очень важное правило Паретто. Кто знает правила Паретто? Не знаете. Паретто, так звали известного экономиста, английского экономиста, который жил, он родился в 1848 году и умер 1920, если я не ошибаюсь, жил в Англии и он так провел какие-то там те или иные расчеты и пришел к замечательному выводу, что 80 процентов богатства в этой мире находится в 20 процентов. А, 80-20. Ну, 80-20. А, вот. Правильно. Сегодня мы работаем с цифрой 15 процентов и 85. Я вам сейчас расскажу с другой области, которой я занимаюсь. Я, кто знает, работаю в Алике, я директор производства и качества. И вот там, например, у нас есть склад. И в этом складе есть очень-очень много-много-много разных вещей. Там такая библиотека полная всяких непонятных ингредиентов. В эти ингредиенты нужно считать, их нужно каким-то образом, ими нужно каким-то образом управлять. Так в нашей жизни здесь куча дел, очень-очень-очень много дел. И обычный наш способ, когда мы пьем вот это утром кофе, это идти по порядку. Посчитаем то, сделаем то, сделаем то, сделаем то, сделаем то, сделаем следующее. И только 20 процентов и даже меньше 10 процентов, может быть, этих вещей приводит нас на самом деле к тому, куда мы хотим прийти. 80 процентов и даже больше нашего времени мы тратим на полную ерунду. Не идем. Теперь что происходит? Что происходит? Теперь, кстати, вот эти 80 процентов тоже интересно делятся сегодня тоже. Уже это было все давно. Товарищ Парретт это все нам дал, мы уже это все проанализировали. Эти 80 процентов тоже замечательно делаются. 30 процентов из этих 80 являются дополнительными 10 процентами. И 50 процентов приводит нас к 10. Сейчас напишу, объявляю. Есть 100 процентная цель. Да? 100 процентов богатства. Да? Это деньги, например. Но это все. Это... Да, он меняет класс. Короче. Есть 80 процентов, это наша цель. Например, наша цель, к чему сейчас я это все вам рассказываю. Ага. Ага. 100 процентов. 100 процентов это супер классное мероприятие фишки. Да? Это 100 процентов. Для того, чтобы сделать это супер классное мероприятие, у нас есть 100 процентов дел. Понятно? Дела. Успех. Есть? Есть. Теперь, из этих 100 процентов дел, мне нужно сделать 20 процентов, чтобы получить отсюда 80. Да? 20 процентов. Я трачу целый день. Я могу потратить ничего, несколько часов, и у меня будет уже 80 процентов. Я же все сделала. Да? Еще 30 процентов, если у меня так осталось время, я хочу во что-то вложить, еще 30 процентов приводит меня к 10 процентам, и 50 процентов дел стоят всего 10 процентов успеха. Да? Пойдите. Нет, я знаю, что есть еще некоторый другой подход к этому. То есть, что на самом деле 20 процентов простых дел приводит тебя к 80 процентов практически полного успеха, простого успеха, а то, что приводит к совершенству, то есть, вот эти 10 процентов и еще 10 процентов, на них ты тратишь свое большее время. То есть, на эту, можно смотреть, наверное, немножко с другой стороны. Да. Это и так, и так. Ты говоришь, что на первом саде есть. Да, да. Две раз в них лишние. Волка, и две на первом саде есть. Теперь, что происходит? Что происходит? Что наше время ограничено, ребята, и наши ресурсы ужасно ограничены. Я сейчас поговорю, как это выглядит, эти фишки. Наши ресурсы ужасно ограничены. Мы работаем, 90 процентов нас работает по принципу кофе. Я встал утром выпил кофе, потом я проверил свою почту, потом я ответил на какие-то письма, обычно отвечаю на те, на которые я знаю ответ сначала, а потом начинаю, да? Мы выбираем наши дела по порядку их прихода к нам и по порядку нашего желания их выполнять. И они почему-то, это другой закон Мерфи, который вы все знаете, они почему-то все тут. Понимаете, что я говорю? Почему-то большинство того, что мы делаем в нашей жизни, нас не приводит вот сюда. Вот оливай, чтобы мы выбрали вот эти 20 процентов, которые ты говоришь, и после этого так сделаем такие летущим, закроем, и у нас будет вообще 100 процентов. Нет, нет, вернем, вот занимаемся вот этим. Окей? Как это? Есть какой-то, я не знаю, есть какой-то лапу с собой бумажки, чтобы понять, что из них эти 20, что из них эти 30, что 50? Да. Посмотри, нет? Да. Мы покажем своим, почему, потому что у нас у всех разные цели. Что ты хочешь сделать и как ты хочешь сделать? Телефор на стратегию. В тот момент, когда они камбабокер во уседмашь бы стратегия шлиф, а не удая масло, конечно. Причина, по которой мы делаем вот это, она потому, что мы не знаем, какая наша цель. Мы о ней думаем. Мы не знаем, даже если мы знаем, какая наша цель, моя цель – заработать кучу денег, уехать, выйти рано на пенсию и поехать на Карибу, мы даже не совсем думаем, какие шаги нас в этой цели привык. Каждая вещь, которую вы сегодня сделаете, она или нас приближает, или она нас не приближает, или она нас создает на месте. Вещи не имеют права существовать, если они не приближают. Теперь можно сейчас думать о прямом приближении. Давайте мы сейчас разработаем, как Оля предлагает, или разработаем сейчас проект, который мы сможем хорошо продать, но принесем нам деньги. У нас вещи есть гораздо более простые, гораздо более начинающие. и сейчас вам дам, например, хороший пример, но, к сожалению, может здесь произойти какое-то событие просто само по себе? Можно опять возьмем пример Нового года? Заезженный. Я знаю. Допустим, здесь может произойти Новый год. Я с тобой не согласна априори. Продолжай. Другой пример. Другой пример. Зачем мы сегодня здесь делали встречи с политиками? Да? Фишка. Вообще мы не любим политиков. Мы это все знаем как фишка, да? Но мы подумали, окей, есть наша фишка и есть выбор. Есть ситуация конкретно релевантная, которая происходит в государственной стране. Мы можем к ней не относиться, а мы можем к ней отнестись и сделать что-то, что мы считаем по-настоящему важным. И это то, что мы должны делать. Наша задача сегодня, даже остаться сейчас вопросом деньги, не деньги, мы этот вопрос решим в тот момент, когда мы будем делать то, что нам надо. То, что происходит очень часто здесь у Нати, и об этом мы сегодня будем говорить и в Фирмундске об этом говорит, что мы делаем те вещи, которые нам не нужны, которые делают еще какие-то листа, и я сейчас вам тоже скажу какие-то критерии, и которые нас по-настоящему никуда не приводят. Теперь, например, Новый год, или это не Новый год, это любая-любая вещь, в котором мы делаем, мы обязательно об этом думать. Обязательно об этом думать. Очень часто происходит ситуация, в которой об этом думают только те люди, которые видят the big picture. Сегодня задача этого семинара – это чтобы вы тоже видели, это the big picture. Я правильно с вами говорю. Я сейчас покажу этот девятый слайд, и мы о нем поговорим. Но перед тем, что я вам его покажу, я хочу еще что-то сказать. Теперь, каждый, каждый теперь, вы должны понимать, что это, может быть, мисхакс хум эфис, то есть вы, допустим, придумали замечательный проект, вы его сделали, но вы не заметили, что в тот момент, когда вы его продвигаете, вы тем самым мешаете кому-то другому продвигать какую-то важную вещь. Это тоже частая ошибка, которая происходит. То есть, допустим, мы хотим сделать какой-то очень крутой, ну возьму пример денег, я не сам просто пример, тратим на него слишком много денег, падают другие проекты. То есть, в тот момент, когда мы думаем, что нам делать, нам нужно понимать эту картинку и делать так, чтобы с одной стороны продвигать какую-то важную вещь, но не портить другие вещи. Этот семинар сегодня, это его задача. Это его задача, с одной стороны, помочь нам сфокусироваться, понять каждому из нас, где эти 20% самого важного, что он может сделать, и что ему нужно для этого сделать. Мы каждый день сегодня, то есть, сегодня очень много будет перерывов, на которых каждый из вас может поговорить, с кем-то посоветоваться, Рита, Нина. Есть люди, которые вам смогут дать эту полезную информацию, на которой наша сегодня задача попробовать с одной стороны понять, какая наша цель, а с другой стороны понять, как эту цель достигнуть. Загрузила, не загрузила, что, как? Загрузила. Мне не совсем понятна фраза понять, какая наша цель, потому что диоретически цель устанавливает как бы какая-то конкретная группа. То есть, иначе у каждого она будет вообще своя. Это вопрос для речных целей для этой организации. То есть, вопрос, как продвигаться к цели, я могу, скажем, выдать какие-то свои соображения, если мне скажут, какова она. Если ты спрашиваешь у меня, какая цель, это все, я сейчас снимаюсь. Сейчас я покажу. Я думаю... Давайте так, давайте сейчас... Это была первая мысль про цель. Я просто в секунду ставлю сейчас конкретику. Она у меня есть, я вам ее покажу. Давайте мы сейчас поговорим про вторую мысль, которая у меня была. Это про то, как... Что такое мероприятие, да? А потом я вам все это склею. Нормально? То есть, я тут тоже думаю, как это правильно провести. Вторая мысль. Вторая мысль, она очень важная. Вторая мысль, иначе тоже говорит Дангху Гим. Что такое успешное событие? И это тогда привлекалось... Что такое искусство? И тут вот вчера говорили с Маратом. И на самом деле, определились четыре критерия. Четыре критерия, и мы про них уже с вами все говорили. Про всех кроме одного, но один тоже. В воздухе критерии следующие. Чтобы что-то сделать, нужно сделать четыре вещи. Первое... Марат говорит про художника. Первое, это художник, хороший художник должен знать историю искусства. Он должен владеть мастерством. Он должен, чтобы у него был месседж, чтобы у него было что сказать. Да? И он должен соответствовать контексту, в котором он находится. Вот это число третьих. О нем мы пока не говорили. Но про это придет говорить Фил. Про это придет говорить Фил. Я просто хочу сейчас сюда положить все эти четыре... Контекст, в котором мы находимся? Да. Художник? Да. Нет, понимаю? Да. Это вся ситуация художественная. У нас про это... Но ты не можешь работать со всем обмолением. Контекст. Мм? Контекст 8 марта. Контекст 8 марта. Контекст 8 марта. Контекст что? В классической системе в хиппе не пойдет, и наоборот. Контекст 9 марта. Вот это по-моему, нет. Фил, Фил, вот эту тему мы будем обсуждать, она совершенно не с Филом, он с вами придет про это говорить. Фил придет с вами говорить про то, каким образом мы сегодня соответствуем моде, создаем моду и эту моду пытаемся опередить. Не создаем моду, вот тут есть тоже. Но хотим. Да. Пытаемся. На самом деле, на самом деле, это то, что очень важно. Я всегда. Если сегодня опять-таки, то есть мы тут путаем, мешаем, я вам тут делаю сейчас кашель немножко в голове, мешаем тему того, куда идет фишка, параллельно говорим о макро, параллельно говорим о микро, о каждом мероприятии, которое делает каждый из вас. Так вот, еще раз сейчас повторю, будет понятно. Каждый из вас, который делает мероприятие, я сейчас поговорю о том, что я должен знать. Мы говорим не о мероприятии, мы говорим о мероприятии. Что я имею в виду, когда говорю, узнаете историю юридицу? Ребята, вы не имеете права делать мероприятие, какое-либо, здесь сегодня фишки, не зная, что еще сделано на эту тему. Фишки и в мире. Вы обязаны это сделать, хотя бы в телевире. Вы не можете делать здесь что-либо и проверить, что еще происходит. Вы не можете. Не может, а делаете, да? Ну вы, делаем мы фишки сегодня, вещи, которые происходят, чтобы правдить вам. Чтобы создать, создать нам. Я сейчас покручу в голове и приведу. Ну, я не хочу сейчас бить в места, которые... Тебя можно останавливать или нет? Нужно. Нужно делать вещи, как бы, не знаю, другие. Или главное знать и потом думать, что с этим делать. Ты должен, как мне кажется, создать разговор. Создать разговор с тем, что еще происходит. То есть, что я имею в виду? Давайте, давайте сюда. Давайте, например, вот была Ханнука. Была Ханнука в греческом стиле. Сегодня мы сняли ништяк, нет проблем. Ханнука в греческом стиле. Теперь два года назад фишки уже дели Ханнука в греческом стиле. Я не уверена, что кто... Ну, просто, да? Теперь это опять тоже Ханнука. Не важно, это не Ханнука. Это богатой. Если я делаю что-либо, я должна понять, что мне было сделано. Не знаю, я делаю СДПС. Давайте я пойму. Не важно понять, что уже было сделано в этих СДПС. Мне нужно понять, что еще кто-либо делает. То, если я хочу делать что-то значимое, то, что я делаю, это должен быть разговор с тем, что еще происходит в мире. Это не значит, что я сейчас... Я не могу, я не существую в космосе в кусок пространства. То есть не говорит о том, что делать после этого что-то или не делать. Говорит о том, что знать полную, как можно более полную информацию о происходящем. Ну, это как кулейляр. Когда ты делаешь свое новое блюдо, ты сначала проверяешь другие рецепты и пытаешься в эти рецепты добавить что-то в ваше. Но ты сначала должен знать. То есть первое, что хочется, чтобы мы сегодня тоже этим позанимались. И подумали про это. Перед тем, что я что-либо делаю, а что еще происходит? Давайте я почитаю на эту тему книжки, погуглю. Не надо спешить. Очень часто мы спешим и сразу делаем. Вот, короче, давайте что-то замутим. Пришла классная идея. Опаньки. Нужно создать себя сначала достаточно серьезную базу. Теперь иногда, иногда я вообще не могу в себе создать эту базу. У меня нет этой всей информации. Не делайте. Или возьмите себе, скажите, вот то, что меня интересует, это конкретная область. Я в ней стану профессионал. Я эту область изучу. И здесь вы все в ней. В тот момент, когда мы пытаемся спасти весь мир, пытаемся делать то-то-то-то-то, в этом не разговариваться. Чего хорошего? Да, это первая мысль. С ней как? Да, первая мысль. Это вещи простые. Моя задача, опять так называли, ликбез. Да, я говорю вам сейчас простые вещи, просто чтобы к этому семинару, о котором мы будем говорить уже гораздо более конкретные, узкие вещи, вы смогли к ним отнестись так, как надо. Первая вещь – знайте. Вторая вещь – умейте. Вторая вещь, которую говорит Марат, это мастерство. Художник, даже который знает, который вообще весь такой клёвый, если он не умеет рисовать или рисует плохо, или рисует плохо, толку будет мало. Будет некрасиво. Будет непонятно, он не сможет выразить свою мысль. Не сможет. Тогда будет непонятно, и гений. А? Тогда будет непонятно, и гений. Тогда будет непонятно, и гений. Или просто непонятно. Или непонятно, и гений. Вот, бессмерт. Я просто так как я знаю Марата, и хорошо знаю Павелеву Марата, тут дело даже не в том, что не все должны быть музыкантами, и художник в настоящей ситуации он не должен иногда хорошо рисовать. Но если у него есть идея, он должен ее выразить так, чтобы все контемпорарировалось таким, чтобы было понятно, что он говорит. Для этого сейчас, в данный момент, не нужно ни мастерство музыканта, иногда, ни мастерство академического рисунка. Но так как сейчас мы, в принципе, соревнуемся в мире идей, в мире концепций, то концепция должна быть выражена блестяще. Да, 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 да. Ну, про это... И в любом случае нужно знать инструментарий. Конечно, ты должна знать все, да. Ты должна знать, чем ты работаешь и быть... Можно еще добавить про знать, почему мне сейчас пришло, что знать, это не значит, что надо наводить, что нужно создать что-то новое, потому что даже в контексте всех наших праздников ты можешь знать, что с АДПСов он делает так, так и так, но при этом это не значит, что у меня есть цель создать, чтобы человек вообще никогда не сделали. Вот это сейчас мы писем про игры. Ну, функция «знать» может быть не в том плане, что нужно обязательно что-то добавить, но нужно знать наверняка, на чем вы облажали. Не только в том, можно иногда как бы, когда ты начинаешь узнавать, иногда скажешь, как любое произведение чего-то, не можно, не знаю, стать мастером карате, не пройдя как минимум, сколько там, 10 этих стадий, ну не можешь, ну по-прежнему, не можешь, не можешь делать хороший обмен, не зная куча-куча-куча всего, куча-все интересные или неинтересные информации, просто знай, а что с этим делать будешь потом, это уже вторая, третья, четвертая. Нет профессионалов сегодня, которые могут прийти, научить нас или вас, или кого-либо, как что делать, не могут научить. Могут дать вам какие-то инструменты, вы можете ими воспользоваться, не воспользоваться, если вы ими не воспользуетесь, придумайте свои инструменты еще лучше. Да, группа Махугим, это наша такая лаборатория сегодня, в которой мы, привет, давайте собегайте, группа Махугим, как раз вот, и участники в том числе, группа Махугим, это наша лаборатория, в которой мы пытаемся, учимся делать мероприятия. Иногда, 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 я чаще вам скажу, я часто страдала в своей жизни именно потому что, вот, с этого вопроса, как ты получилась в детстве в фестивале, ужасный вопрос, на самом деле, потому что, и мне никто не учел в детстве взять в фестивале. Подумала, посмотрела, что еще делать, как там сделать. Теперь кто-то из вас, у кого по-настоящему что-либо получится, это будет тот, кто не сделает тем инструментом, которому его кто-либо научил, а кто придумает свой инструмент и делает его бездаршим. Для этого нужно дать какие-то инструменты, нужно им владеть. Ну, Волкова может потом много рассказать, опять-таки, я уверена, что придумать новое блюдо… Ну, просто необходимо уметь готовить. Лучшее произойдет, когда… Вот у тебя получится какое-то что-то опаньки новенькое, да? И вот оно сработает. Какой-нибудь ошибки. Какой-нибудь на ошибку хочется. На ошибку хочется, поэтому… Есть момент один, если мы возвращаемся к тому домашнему заданию, который… Сделать что-то класс – это еще может получиться случайно. Сделать этот класс несколько раз подряд – это сейчас совсем спокойно. Да. Ну, теперь, чтобы вот это случайно получилось, еще третий элемент. И… Он самый важный, наверное, мне кажется – это месседж. Это то, что вы хотите сказать новое. Теперь… Где тут Ковайска? Ковайска отошла, вы вам говорите, узнаете, что сделаете, можно будет повторить. Теперь, мне кажется, что новая мишка как раз происходит на стыках разных культур, разных… 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 В кухне для нашей бабушки блестящий проект «Фишки». Придуман как был. Сидим в кафе, Вовка говорит, хочу делать что-то кулинарное. Я говорю, Вовка, а я вот тут вот фишка, что-то общественное такое вот. И мы сидели, думали, думали, первый день, второй день, ну, третья идея. Давайте сделаем проект «Кухня для наших бабушек». Проект, цель которого будет через кулинарию, познакомить русскоязычных ребят с другими культурами, которые происходят в Израиле. Цель проект «Бестящий». Проект «Бестящий» и именно ничего нового не придумано. Взято кулинария, взято то, чем занимается фишка, они были скрещены, перемолоты и получился проект. Да? Вот это про тебя тут говорили. Ну, вот это пример. Но у нас обязан быть свой месседж. То, что мы делаем, у него должен быть свой смысл, у него должна быть своя сумма, у него должно быть что-то новое. Ну, не знаю, мне неинтересно сегодня делать какие-то вещи, которые делаются где-либо в другой месте. Но не надо сейчас, невозможно сейчас придумать что-то с космосом. У нас у всех есть вот эта база знаний, у нас есть все эти инструменты, когда они у нас есть, мы можем понять, какой у нас месседж. И не надо сейчас иметь 100-500 разных месседжей. Достаточно один хороший месседж. Простой, понятный вот такой маленький коробочек, с которым можно работать. Да? Это третий элемент, о котором идет речь – это месседж. Кто хочет на эту тему что-то добавить, сказать, спросить, месседж? Мне кажется, что месседж – это не обязательно что-то, что зависит только от содержания мероприятия. Месседж, мне кажется, может быть в разных областях мероприятия. То есть, допустим, я вот просто вспоминаю ивенты, которые я делала. Этот Йомашуа, который был лосьбиной. Почему он был вот таким вот мерагеш? Потому что здесь произошла встреча невстречаемых людей. И потом уже там было сказано что-то новое. Ну, допустим, по-моему, было сказано что-то новое, да? В Сан-Пак, что здесь были русскоговорящие бабушки, американские ребята молодые, двадцатилетние. Наши фишкеры, которые пришли, потому что им интересна эта тема, которым там по тридцать лет. И вот они все вместе были как бы на одном мероприятии. Мне кажется, это что-то новое. Ну, это не месседж. Это не месседж твоего мероприятия, не путай. Это форма, это какой-то способ. Твой месседж твоего мероприятия был очень сильный, очень важный. Он был, чтобы в Израиле никто не говорит, не знает о русскоязычной катастрофе евреев на территории Советского Союза. Мы эту тему берем и поднимаем. И поднимаем мы с теми или иными разными людьми, да? Делаем мы вот именно вот это. Это факт, что здесь не были инфиалки, все решения. Это не важно сейчас. Это не важно. Это не важно. У тебя месседж был именно в этом. То есть люди, которые, статья, которая вышла в газете, это журналисты очень классно находят эту штуку, да? Твой месседж будет в том, что никто про русскую катастрофу не знает. Мы, как фишка, эту тему поднимаем. Поднимаем, зная, что происходит. Поднимаем правильно, хорошо, приглашаем правильных людей. Делаем это профессионально. Но месседж не в этом. Месседж именно в том, что на эту тему никто не говорит. И мы, как фишка, эту тему поднимаем. И делаем ее, кстати, что интересно. Не только с русскими. Мы пригласили и американцев, и израиля, и так далее. Это круто. То есть мы берем эту тему и раскрываем. Это уже методик. Кажется, месседж, он именно… Да. Месседж живешь в Израиле? Да. Вот так, где, например, походу 8 марта, с чего очень хорошо, что в Израиле это не значит, что в 8 марта. В тот момент, когда, например, приведите в жилья реки Казу, где Манна написала «Еман Шага» в 8 марта, и как Манин сказал, что это происходит в царте, там такой-то, я сказал, что на самом деле это не правда. Это просто такое общее ощущение. Я знаю, просто в Израиле есть такая общая штука, что люди не умеют дарить подарки. Это в общем. Поэтому на фоне… Это так. Поэтому на фоне наших русских ощущений, когда любой мужчина, включая меня в 14 лет, я приходил в класс с цветочками, девочками, всем, потому что нас так учили, нам кажется, что здесь его не празднуют. Это неправильно. Изначально. Мы просто это сравниваем со своими ощущениями. А здесь это да, происходит. По-другому. А по факту другое. Мы сейчас 8 марта не будем обсуждать? Нет, не важно. Дело в том, что 8 марта здесь присутствует в ежедневниках. Точно так же, как и 1 мая. Забыл. Да. Потому что она все-таки была социалистическая. И 1 мая тоже празднуется просто по-другому. А Google знает все. И это неправильно. Празднует. Ты неправ. Празднует. Поэтому… Самый простой ответ – это Google знает все. И, понимаете, если рыться в Google, то просто очень-очень круто все находится и по датам, и по местам, и по совершенно разным местам. Ну, что я рассказываю? Все понятно. Я поняла. Я вам скажу. Я скажу вам, что я делаю. Я правда в этой презентации вторую покажу. Я не знаю, но как бы невозможно все обсудить. Тут такая тема и так мало времени, что просто невозможно. Но на самом деле есть многие способы, как вот каждую из этих четырех испаранцев, как их достигать, как я их не достигаю. Я вам могу про себя сказать. Я очень часто советую. Я считаю, во-первых, что человек не должен держать скелеты. Если у вас есть какой-то вопрос, задайте его всем. У нас сегодня, слава богу, есть Facebook, можно спросить любую тему всех. У меня также, даже до эпохи Фейсбука, была, тоже называются такие, как это я назвала, крайние, я ищу всяких разных крайних людей. Людей, которые представляют какие-то отдельные… У меня есть люди конкретные, каждый раз, которым я звоню, задаю им всякие дурацкие вопросы. Это обычно те люди, которые мне скажут те, которые я не люблю слушать. Не будьте с критикой. Они мне обычно скажут, что я все делаю, это неинтересно, а вот если бы я делала что-то вот так, то вот было… Я этих людей обожаю. Это просто клад, когда человек готов вам сказать, что вы делаете неправильно, ребята. Это просто подалок с неба. У меня вот Филипп, который сегодня вам придет, это человек, к которому я звоню, наверное, с 2003 года, и спрашиваю, что он думает про то, что я делаю. Он мне говорит, ну ты знаешь, вот как бы вот… ну вот почти, но вот… а я бы вот еще вот только вот… самое существенное событие, которое сдвинуло фишку, это был фестиваль, который мы сделали, фестиваль, помните, бракосочетание Нико и Оли на Кикарде-Зимболе. Почему мы сделали на Кикарде-Зимболе? Мы собрались сделать в каком-то там клубе Махугата, когда была, ну или давайте там сделаем такой вот ивент, позовем всяких разных людей. Я позвонила к своему любимому Филу, говорю, Фил, вот придешь короче поучаствовать? Он мне сказал, да-да-да, прикольно, а потом позвонил. Он сказал, ты знаешь, не приду. Хорошо, хорошо, классно. Обычно, когда он говорит, нет, не надо давать человеку уйти в стене, спросить его. Чего ты не придешь? Ты знаешь, какой это там клуб, непонятно где, на Флорентине. Ну, мы сегодня такие вот клевые моделеры. Чего мне в какой-то клуб ссуваться, да? Опаньки, спасибо тебе, Фил. Это к тому, что появилась идея, появилась идея, появилась цель, появилась мечта. В тот момент неизбываемая, но когда она появляется, она настоящая, достигнуть ее – это уже на самом деле раз плюнуть, просто же мне поверить. И каким-то непонятным образом мы знакомимся с тетечкой, которую зовут Ядида, которая по совместительству работает в мире Тель-Авива, она тоже по мне находится, прямо там был возле моего дома. Она заправляет эту пикардингу, мне на эту пикардингу вообще нечего делать, когда я сказала, что у меня есть мероприятие, есть свадьба, есть на это дело деньги, она мне с радостью отдала тька. То есть вот подумать вообще, сделать какое-то такое маргинальное на самом деле мероприятие в центре, не сделали бы мы его там, сделали бы мы его в этом клубе, ничего бы не произошло. И это нас возвращает к стульчатам, которые здесь стояли в начале сегодняшнего дня. Сегодня стульчики стояли вот так. Они стояли в рядах. Вряд почему. Потому что пришла сюда Дина и хотела поставить стульчики в круг. Но получилось, не возможно поставить стульчики в круги, смотрите, вот и так вот. Дина-то знает, что стульчики-то надо в круг, но она это еще иногда не понимает и есть условия какие-то определенные, а тут круг правда не помещается. То, что мы вот пришли, потом вот подумали, тра-ля-ля, что в принципе все можно сдвинуть. И получится такая вот классная ситуация, что все друг друга видят. И ты можешь нормально общаться, а не сидеть, приятно. И ты бы ночью по дороге сюда вообще подумала, что зачем вам эту презентацию показывать. Вот. Такая история на самом деле. Я написала, что сформулировалась и знала, честно. Да. Такая вот история. И это не знаю, может быть вообще дело в бардак голове, но может быть этот бардак вам как раз и надо сделать, потому что очень часто мы берем и делаем наши вот эти кофе, который мы встаем утром и пьем, делаем какие-то наши обычные дела. Дела, которые нас никуда не приводят. Не приводят, потому что мы не знаем, куда мы хотим идти. Не приводят, потому что мы вообще не верим, что можно поменять все, вот так сдвинуть и переехать на гикардингу и тогда у нас наконец все получится. Это изменение, оно очень маленькое. Тот же ивент, который в клубе в Махугах переносится на гикардингу и все меняется. Фишка изменилась в тот момент, когда мы это сделали. Фишка появилась на свет. Почему? Потому что до этого это была какая-то тусовка. А тут мы стали чем-то существенным. Поэтому я прошу вас не делать, как я ни в коем случае. А делай что-то новое, свое, что еще не существует. Что-то, что может продвинуть фишку к цели. Да не важно фишку. Пусть оно вас продвинет к вашей цели. Но если оно вас продвинет к вашей цели, он может цель какую-то возникнуть. Можно вопрос? Я не знаю, как его сформулировать, но у меня крутится по поводу гикардинзингов. Когда Фил сказал, что да, в клубе не интересно, это было понятно. Но почему гикардинзингов и почему именно свадьба? Ты же как-то соединила эти вещи под чему-то? Я сказала, клубы незначительно, мы крутые модели, хотим светиться. Я сидела в КВ возле цели, и идите. Возле гикардинзингов, увидела гикардинзингов, а есть более центральное место. Среди совпадения. А, ну все так работает. И вот как раз сегодня утром, я смотрела вот эту лекцию с Маратом, вчера мы сам были с Розной Зубой, еще про четвертый немедленно не говорили с вами, помните, про контекст. Поговорим, может, немножко. Смотрела лекцию, про то, как он вот у него скатная лекция пришлю в Тедди в Перми, про то, как он всю жизнь кому-то там доверял и делал кучу ошибок, и пытается лицом найти его ошибку, и сразу приверили. Да? В тот момент, ребята, когда вы все знаете, какая ваша цель, и вы к ней идете, вы к ней придете. И все ошибки, которые вы делаете на вашем пути, приведут к этой цели. В тот момент, когда вы не знаете делать кучу правильных действий, вы будете делать кучу правильных действий. Каждый день. Вот. Теперь есть четвертый элемент, элемент контекста. Я не знаю, но я просто вот буквально словом, потому что Фил про это будет говорить. И, может, Оль, может, ты скажешь, что ты по этому подумаешь? Я еще подумаю. Не думаешь? Я еще это кручу в голове, на самом деле. Потому что вчера Марата сказал, Марат, ты знаешь, у меня такая классная презентация. Я тогда еще думала, что я буду вам ее показывать. Но я вот говорю, я процитировала, вот, короче, знания, мастерство и месседж. Говорит, ты знаешь, что четвертый элемент, элемент вот времени. Против должен соответствовать своему времени. Потому что если он говорит что-то в пространстве, на самом деле это не зайдет в свое искусство. Я это еще до конца не обработала. Но, не знаю, давайте вот как-то мы еще сюда. Я знаю, Фил про это будет говорить, давайте мы Фила про это спросим. И, я думаю, сделаю сейчас вопросы или покупку. Постеплениям в своем времени не соответствуют. Вот я как-то тоже. Да. Я занимаюсь, астами. Есть вещи вообще безвременные. То есть есть. Давайте с Филом про это поговорим. Я, правда, не хватает. Я, правда, не хватает. У нас тут спор был с Филом. Потому что Фил, когда нам написал, да, написал про вот мисс Диной как раз. Я согласился. Ну, тут вопрос интересный. Он говорит, что Gangnam Style это уже пассе. И даже нам нужно вот... Теперь давайте вот эту тему времени, она интересная, она непонятная. Ну, как я не могу больше что-то сформулировать. Давайте мы обсуждим с Филом, правда, оставим. Ну, Фил есть в области моделлеров. У них как бы есть вот одна четкая установка, что то, что уже в производстве, значит уже устарело. Уже устарело. Уже устарело. Да. Работать надо всегда вперед. Gangnam Style это то, что используется сегодня на каждом углу. Соответственно, это уже устарело. Да. Ну, окей. Давайте это оставим. Я не буду сейчас вам показывать девятый слайд. Мы эту тему сделаем отдельное, наверное, что-то, да? Уховали. Смотрите. Моя задача сегодня не дать вам вот эту цель и фишки, чтобы вы к ней вот стремились. Как раз задача сегодня, чтобы мы пришли с такой open mind и, может, подумали о своих личных целях, куда вы хотите прийти и попытались вот эту информацию, которую вы слышите сегодня использовать в первую очередь для себя. Мы с фишкой разберемся. Фишка это несуществующая виртуальная глупость. Ее нет. Есть вы. Да. Почему есть вы? Это самое важное. Потому что мы фишку, допустим, закроем или не закроем. Или она переедет. Это вообще не важно. Есть вы. Кладывать нужно сегодня важно. Да. И нам. Потому что мы с вами, может, через пять лет встретимся в каком-нибудь памятном, возле какой-нибудь там площади, какой-нибудь там не знаю где, да? И у нас появляется какая-то другая идея. Поэтому сегодня, какая вот цель и фишка, это менее для меня важно, чтобы вы запомнили вот эту историю, чтобы вы подумали о том, куда вы в жизни видите, чтобы использовать семинар для себя в первую очередь. Делать мероприятие – это как делать любую другую вещь в нашей жизни. В принципе, одни и те же правила. Это правила, которые Марат использовал для художников, повторюсь, для Кати. Иссория, эрудиция – это мастерство. Это месседж и это контекст. Это четыре принципа. Он используется для художников. Мы взяли, принесли сюда. Каждый из вас может использовать то, что он хочет. Я согласна, есть люди, у которых там целей нет, цели себе не ставят, цели не интересны. Ну, я надеюсь, что таких здесь нет, потому что каждый из нас хочет чего-то добиться. Может, что-то боится, может, не хочет себе в этом признаться, может, вообще не понимает, как. Но еще раз повторю, просто поставьте себе тут и скажите, что вы к ней идете. И делайте так, что любое кожа, которое вы добиваете, оно было то кожа, которое вам именно нужно выпить, в том правильном месте, которое вам нужно выпить, чтобы прийти к этой цели. Это все, что я хочу здесь сегодня сказать. Теперь, что у нас сегодня здесь будет? У нас будут сегодня лекции, разные встречи с разными интересными людьми, какие-нибудь, которые скажут вещи новые, в том числе для каждого из нас. Мы все пришли сюда сегодня учиться. И это те вещи, которые нам показалось, они как-то немножко у нас вот сломают. Это те вещи, те темы, о которых мы хотим больше узнать. Нина нам расскажет про волонтеров, например. Одна из очень важных и сложных моментов, каким образом сделать так, чтобы люди что-либо делали. Теперь я вам так в том, что добавлю, что тот же курсик, который я делала в Измоно, музыкалы на нем выступали безвозмездно. Еще приезжало 50 человек, которых я… А? Вот Антон там выступал. Выступали и очень хотели там выступить. А волонтеры приезжали, и просто у меня было по телекурсу 50 человек, которые совершенно безвозмездно три дня, а некоторые, как я, больше, неделю пахали просто на этот фестиваль. И не потому что они там, не знаю, кто-то, да? Не потому что они даже делали что-то хорошее. Они это делали для себя, в первую очередь. Потому что до сих пор встречаются ребят, которым это помогает делать курсик, и курсик для них самая важная вещь, которая делала свою жизнь. Они были причастны, они делали что-то существенное. Как это все дело работает, вам скажет Нина. Что-то, что можно рассказывать. Что? Что-то, что можно рассказывать. Он у меня сказал. Да. Да, да, да. Делай что-то существенное. Как же это делать важную вещь в нашей жизни? Это Нина. Мы с вами встретимся с ребятами из бордель Татала. Их позвала Нина Тагиль, которая рассказывала сразу такое. А мероприятия, которые они делают, я просто предлагаю вам задавать им вопросы, в первую очередь. Ей, да? Да, Катя. Задавайте вопросы. Потому что тоже ребята придумали какой-то концепт, какой-то файл с этим концептом что-то делают. Вау-ва! Я этого не была. Совершенно оригинально. Совершенно оригинально. Давайте попробуем понять, что они делают из этого. Да, они расскажут как родилась, как они нашли свой месседж, как они нашли свой концепт и откуда они начали двигаться. Окей. Теперь, что на сегодня еще будет? Ваня пригласила свою учительницу, правильно? Ну да. Которая нам расскажет, как по-другому посмотреть про дизайн. На дизайн. Про Фила я вам уже все рассказала. Может, не приходить. Может, не приходить. Может, не приходить. Что-то я забыла? Ну да. И твоя последняя. Да. Последняя. Последняя. Последняя то, что мы хотим сделать. Будет участка «Женя Кудин», «Витя» и «Витя». И мы с этим директором совершенно разных областей. Женя – театр, Витя – музыкальный. Может, Юра – «Витя»? Ну и мы все вместе попробуем понять, что мы здесь сегодня услышали. И задать вопросы и подумать на самом деле. Потому что все вещи, все хорошие вещи в мире работают одинаково. Не важно, театр, кулинария, концерты, социальные большие организации, галереи и так далее. Понять, как с этого всего дела, что мы сегодня поняли, какие у нас вопросы остались. Теперь, опять, прошу вас это все использовать для себя в первую очередь. Это не для фишки. Это для картов из нас. Потому что фишка – это мы. И если карта из нас поднимется сегодня, вот знаете, делать эти 20%, которые его приведут к 80-ти году, это будет нам. Своего мы достигли. Вот. Не знаю, если получился какой-то ликбез, один ликбез, вопросы, претензии. Да. Конечно. Я здесь, я приходила на нескольких ивентов, и вот так это первый раз. Вижу, я могу сказать, что вот я слушаю, и я уже думала об этом, и это у меня как-то начинает, возникает в голове мысль. То, что меня заинтересовало, почему я пришла, это что я думаю, что в первый раз создалась какая-то интересная, плюсовая ситуация от того, что это и русское, и нерусское, и что с этим плюсом можно работать. Потому что, ну скажем, я создавала этот дизайн-канал, да, ну хорошо, ну ради бога, но говорят мне, что ой, ой, как это я интеллигент. Ну, понятно. Ну, как бы, действительно. А здесь, как бы, вот потому что я вижу, я приходила на эти вечера поэзии, я вижу, как вот нормальные, адекватные люди, только и вредноговорящие русские, каким-то образом здесь соединяются, и это дает плюсовой вариант. То есть поэтому, по-моему, можно сейчас еще, как мне ир мой, приглашать людей и действовать на волонтерстве очень-очень, как бы, каких-то правильных, адекватных, элитных людей, которых можно сюда звать. Потому что то, что на данный момент вот здесь происходит, это вот эта ситуация, когда все очень хорошее из вот этих вот всех слоев, оно как-то соединяется и дает какой-то вот такой всплеск, какую-то иску. Это ужасно интересно. Это ужасно интересно. Это то, чем пока, пока это не стало таким вот тем самым организацией, чем можно работать. И, по-моему, есть еще многое, то есть как бы, есть еще шихва-ва вот этого дела, которое можно использовать очень сильно. Это очень нравится. Вопросы, претензии, мыслие человека? Здесь как-то на самом деле очень много. Просто мысли выскажу, она у меня давно висит, мы на работе постоянно обсуждаем это дело. То есть в бизнесе я определяю их два фактора. есть фактор зарабатывания денег и есть фактор личного успеха, когда они вместе не работают. То есть либо бизнес зарабатывает деньги, тогда это определенный стиль денег, либо хозяин бизнеса хочет как-то самоутвердиться, и тогда он начинает терять деньги, потому что… Самоутвердиться, самовыразиться. Самоутвердиться, самовыразиться не важно, да? Нет. По-моему, очень важно. А? Ну, не важно, допустим. Он сделает что-то вдруг интересное, что даст ему какую-то аргашу, даст ему какой-то объем, что называется. И тогда он начинает терять деньги, причем это происходит абсолютно естественно, потому что это самое развитие, оно не зарабатывает сегодня, оно может вдруг заработать через какое-то время, если это делать правильно. Если это делать неправильно, то это исключительно теряемые деньги. И через какое-то время он приходит к точке, что он говорит, да, и все, и возвращается на старые версии, начинает тупо зарабатывать деньги. То есть, здесь вот тоже это такой вопрос, или это будет какая-то организация, которая будет работать на счетчик, либо это будет что-то, что будет позволять делать фонтаны какие-то, и тогда этот… Либо мы сейчас изобретем новый способ, каким образом мы можем оставаться собой. И факт, что этот тот же самый человек, бизнесмен, смог продолжить еще 20 лет бизнесить, если бы он иногда просто уницировал их крышу, он не уходил в сторону, чтобы вернуться в то же колею и продолжать делать вопросы. Потому что, когда я сегодня сюда утром пришла, мне Дина сказала, что невозможно стоило поставить в круг, чтобы было нормально сидеть и видеть друг друга. Да невозможно, правильно? Хотя мама хотела поставить их в круг. Нет, ребят, это именно туда. Ты сегодня говоришь, что есть две опции. Есть такая опция или такая опция? Я говорю, ребят, мы здесь собрались, чтобы сделать третью опцию. Потому что опции, которые есть, мне на данный момент не интересны, они уже есть. Мы здесь не просто так сидим, давайте поймем каждый из нас. Мы решаем вопрос, который решает, в принципе, каждый человек, наверное, наше время, может быть предыдущее время, как оставаться собой и зарабатывать деньги. И делать свое любимое дело, и при этом видеть парнес-боковод. То есть мы же не хотим здесь зарабатывать миллионы, мы не коммерческая организация. А как так не хотим? Ну, может быть. В будущем, на данный момент это не самоцель. Это не самоцель. Опять не самоцель. То есть, в любом случае, это просто каким-то образом ли парнес-боковод, чтобы продолжать делать то, что мы делаем? Мне кажется, что мы делали фишку для того, чтобы… Фишка – это платформа для нас «сбыть свою мечту». Это вот точка. Мы сюда сегодня пришли, нет для того, чтобы… Какое слово «сбыть»? 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 «Сбыть» «Сбыть»? «Ну да, это как раз таки под название!» «Это сбыть». «Ямена» Короче, в прейдок там сидит и такой… «» «Иério» «Вот у меня вопрос! Что такое наша мечта? Какое «сбыть»? «Сбыть» нашу мечту? Что такое наша мечта? У нас у каждого своя мечта и, как мы… А наши общие это — это на 수ha мечта, и то ба! И где наняда аубा! Нет. Я не хочу лишь на рамках, но не исключительно. Я не знаю, если это смысл, потому что начнется длинный разговор, можно продолжить на перерыве. Если есть какие-то вопросы, что-то, как-то... Опять, моя цель сейчас была открыться вам. Open your mind. Каким-то образом, чтобы я открыла эту культуральскую фразу на русском. Потому что, серьезно, я по-настоящему верю, что делали фишки на данный момент в этом семинаре «Дело в каждом из вас». И каждый из вас, если он возьмет из этого семинара максимум, который поможет лично ему, в первую очередь, в конце концов, это поможет всем нам. Поэтому я не хочу сейчас говорить о своей фишке, о задаче глобальной. Мы потом поговорим, да? Не менее существенно. Сегодня в этом семинаре очень мало вещей, много разных тем. Тут нет какого-то понятного простроения веществ, лекций разных. И именно для того, чтобы каждый из вас использовал вот эту пятницу, использовал что-то время, чтобы подумал, и подумать о том, где вот я хочу быть, куда я хочу прийти, какая по-настоящему моя цель, моя задача, моя мечта, и как я могу использовать вот то, что я сегодня здесь услужу, чтобы туда прийти за цель. Так? Как бы вот это я... Если так заканчиваем, мы можем сформулировать, на самом деле, несколько таких вот небесальных вопросов, которые, если продавать себя, скажем так, каждый день, и искренне на них отвечать, то они нас будут держать вот в правильном направлении, правильно? А ты попробуешь себе ответить на эти вопросы? Нет, я думаю, что эти вопросы, наверное, больше должны быть сформулированы ближе к концу, наверное, и каждый и для себя, и в конце концов мы все вместе, наверное. Ну, может, ближе к концу, потому что пока еще... В этом и весь, по-моему, смысл, что это сформулировано до конца. Сейчас другого сформулировали, пошли по-дому. Как мне кажется. И еще, Ленка, у меня такой вопрос с твоей ко всем и к тебе первую очередь. Мы как бы, ну, то есть ты и мы все вместе постоянно говорим про мечта, мечта, мечта и так далее. Получается, вот я уже сейчас по себе чувствую, как и на вот таких ламутных ощущениях, что я уже думаю слишком много лично о своих личных ощущениях и о своей личной мечте. То есть это вот то, что вот эта вот некоторая ситуация ввела меня. И может быть у других людей то же самое. И тогда я, если честно, немножко сейчас отошел от фишки, иначе задумываться слишком много о себе. И не уверен, что это то, чего бы я хотел в этой ситуации. Вот это вот честно. А? Это же самое страшное. То есть начинаешь думать про какой-то свой смех. А я не знаю, что мы говорим. Нет, это нормально, я знаю. Но вопрос в том, что не хотим ли мы, может быть, чуть больше подключить то, что ты говорил, общую идею фишки, а не каждого слишком лично сам себе. А не верю больше. Общая идея фишки – это что-то, что мы с Ленкой проходили как процесс сколько лет, непонятно сколько лет, и мы с другом виновании оказалось, что это актуально еще людям. Да, that's it. Поним? То есть я в целом не вижу какая-то политика партии, которую мы можем записать сейчас, расчленить, понять до конца и уйти с этой другой работы. Как бы это законный свой. Ну, просто чтобы немножко попытаться, чтобы какой-то более общий секс, иначе каждый сам себя улетит и потом не вылезет. Ну, как мне кажется. В позиции нет. Можно я? Ну, я стоподово улечу как бы, если так, пожалуйста. Да, эти цели не то, что они не существуют. Факт тот, что как бы вот Ленка спит, и там не прорабатывали, может еще кто-то участвовать же, я чего-то много, я не знаю, как точно все происходило. Но факт, что несмотря на то, что они есть записаны, где это существует в sharebox, в «Все дела», в «Виде», там, и у всех, у каждого есть доступ, все равно то, что происходит сейчас. И это связано с тем, что Ленка говорила немножко про базу. Что как бы все равно каждый тянет это в какую-то свою сторону. И вопросы, это очень хороший вопрос, на который, например, у меня нет ответа лично. что такое фишка? Это что-то, что могут соединиться много людей, идти в одну сторону, или как раз вот этот элемент должен всегда присутствовать, чтобы… То есть либо фишка в центре и от нее исходит, либо к фишке все идет. Сюда вектор идет. Это не цель. И это тоже можно объяснить, что это. Я могу сказать, что моя цель сегодня, по отношению к фишке, это продумать, как это называется, скейн. Сделать так, чтобы фишка не разрушилась. Чтобы она была, чтобы мы понимали, что она может существовать. Как-то, да, цель. В этот момент, в этот момент можно будет остановить на секунду и сформулировать новую цель. А опять она началась с того, что мы достигли нашей цели. Пять лет назад, если написали. Теперь я могла бы сейчас сегодня показывать, серьезно, красивый котей и говорить, вот это наша цель. Это нафиг, никому не нужно. Просто сделай эту цель. А? Просто сделай. Сделай. Делай, делай, делай. Сделай. У вас в своей плече интересная одежда. Делай, делай. Очень красиво. Ну, не важно. То, что Завребизна, я вам уже сегодня сказала. По настоящему, по настоящему причину, да, вот как бы нам нужно сделать, как когда-то сегодня не развалилось. Да? Не развалилось. И это основная цель для этого, как наша Анина. И мы сегодня работаем, куча бумажек, финансовых счетов, и так далее. То есть мы должны не развалиться, мы должны продумать, что нужно сделать так, чтобы вот этот конфликт между мечтами и деньгами, он мы подели как служить, да? В этот момент мы сможем понять, какая наша цель. То есть мне хотелось, чтобы цель была очень простая, очень понятная, понятная всем. И да, хотелось бы, чтобы она была общая. Сейчас тратить наше время на создание общей цели, я считаю, что это неправильно. Поэтому мне гораздо более важно, чтобы вы поделили вот эти четыре элемента и работали профессионально. Понимали среду, в которой вы находитесь. И у вас, и у нас, у вас, да? У вас совсем был месседж, который мы хотим сказать. Да? Ну давайте подумаем. Используем этот семинар. Потом сформулируем эти цели. Потому что в тот момент, когда каждый из нас вообще не понимает, что должна быть цель, да? И делает работу ли непрофессионально, неправильно, мы вообще никогда не делаем. Можно? Да. Такой вопрос. Насколько будет у нас тема отношений между людьми как важный фактор хранения организации? Это то, что вы за правильными? Или это... Нет. Про балэнтеров. Но можно заправить. Можно заправить. Нужно. Просто вопрос. Остались. Мне кажется, что это тоже важно, что по целями, и отчетами, и документами будут говорить. Потому что в этом все этики. И в это очень многие вещи упираются. Включая уже такую тему, как просто дать идею какой-то расти, или реакции нас друг на друга и так далее. От этого зависит решение с кем-то работать, с кем-то не работать, или отказаться за они чего-то. Это, на самом деле, очень многое упирается. А мы об этом очень мало говорим. И каждый раз, когда мы об этом говорим, об этом очень поверхностно. Вы знаете, наверное, вообще о целях? Да, отдельная тема. Мне кажется, это первое событие, наверное, за последние два года, когда мы так собрались, делали такой секс-мамер, чтобы посмотреть на друга. И чтобы поговорить. И мне кажется, что тем, о которых нам нужно говорить, очень много. И нам нужно, конечно же, встретиться и сформулировать наши цели. Хорошо сформулировать, чтобы поднимать это все. Нам очень много нужно сделать. Нам очень много нужно сделать. Мы говорим, давайте просто начнем. Давайте начнем теперь этот семинар вот такой. Он немножко разбрасывает там темы разные. Но в конце мы именно хотим встретиться. Может быть, когда мы сделаем этот фидинг окончательный, мы поговорим, а что еще не затронули. И спланируем, как это затронуть. Я хочу напомнить, что сегодняшний семинар происходит. Потому что на одно из чего цель. Я что-то там толкала про то, что нужно делать мероприятия. Алина меня с вами любила, спросила, а кто вообще понимает, как делать мероприятия? Я сказала, что все же знают, как делать. Я поняла, что я живу в своем понимании мира определенного на решение делать семинар. Мне кажется, что это очень правильно, что вы говорите. И в конце давайте тоже подумаем, какие у нас остаются вопросы. Мы сегодня пришли активно здесь участвовать. Не просто слушать и получать информацию. А именно быть активными участниками, чтобы потом продвинуться. Потому что мне кажется, что все здесь присутствующие вообще не понимают, что такое фишка и зачем она нужна. Хотят, чтобы она была. Возможно, все не могут продвинуться. Неважно, по какому поводу вы собираетесь, всегда заканчивается для чего фишка и зачем она нужна. Для того же да. Поэтому я думаю, что не нужен какой-то фокус. Потому что, как ты сказала, я вдруг пришла, что ты поздала. И смотрю, как мы опять говорим, зачем фишка. И опять все у нас раскрывается. Так, если мы не сделаем этот фокус сейчас в чате, то мы конфликруемся. Потому что очень много вопросов, очень много всех моментов у каждого. Как мы здесь говорили по поводу мероприятий или как? Мы собрались по поводу мероприятий в контексте фишки. Я еще раз скажу. Я понимаю, что вы правы. Я делаю этот вопрос. Мы собрались то, что… Я понял. Я понял. То, что… Нет. То, что я еще раз скажу. И повторю. Ты опоздала. То, что мы здесь сегодня делаем, это мы говорим о том, как делать мероприятия и фишки. Первое, что я сказала, это что мероприятия, то все, что происходит и фишки, обязаны соответствовать минимум 80%, которые соответствуют 80% целям фишки. Теперь, да, давайте так, мы сделаем, что вот последний вот этот блок, мы поговорим про эти цели, наверное, может быть, да, или не знаю. Сейчас посоветуемся, подумаем, как это правильно сделать. Понимаю, что непонятно, да, какие цели чему соответствуются, да. Я считаю, что наша сегодня настоящая цель – стать организацией. Организацией, которая может существовать. Я считаю, что это моторам. Это моторам сейчас. Построить Таштиф – это наша задача. Потому что цели наши – создать сообщество, если то помню, какие у нас были цели, мы их достигнем. Как стать организацией, которая может заниматься вещами, которые мы любим, которые мы верим, и не развалиться? Всего нет, у кого нет, есть идеи. Это наша цель. Давайте про эту цель. Все мероприятия, которые мы здесь делаем, обязаны соответствовать этой цели. Янген, мне очень нравится твоя ассоциация, которую ты когда-то склала со мной в разговоре, и почему-то ты ее сейчас не говоришь, и мне аж хочется, чтобы ты это не сказала. Это вот о том, что все мероприятия, которые здесь происходят, они так как-то… Да. подталкивают фишки, да. Как ты говоришь про садьбу на некордизингов. Это то, что было вот такой вот пуш сразу. Как политрук, он сразу дает пуш. Вот как бы… Это то, что как бы… что сейчас за тем, что мы каждый делаем то, что нам нравится, чуть-чуть расплывается и расслаивается. А это действительно, как бы… такие вещи… Я не знаю, у меня нет ответа, да. И это для меня вот по поводу Нового года, я это полностью принимаю. Я не знаю, это мой большой вопрос, как делать так, чтобы вот этот пуш ловить. Но когда ты мне говоришь, например, свадьбу, политрук, я вижу этот пуш. И как бы… и вот когда, да, кулинарка Вовкина… Вот в этом есть то, что, да, вот… события происходят, и ты не можешь к этому не отнестись, не поговорить об этом, да, промолчать. Это… это реально событие, которое дергает вот каждую мышцу и каждую фибру души. Вот… Как? Как понять, что да и… Как не делать Новый год или делать Новый год так, чтобы он был пушем? Зина сейчас сказала… Вот, по-моему, суммировала все, что я хотела сказать. Мы это услышали, мы… Как с этим? Как… Да? Зина сейчас то, что говорили, это вообще то, что я сейчас пыталась все это сейчас сказать. Одно предложение. То, что мы делаем, должно у нас поднимать вверх. Мы это знаем. Да? И что? Мы это знаем? Как мы знаем, что мы там во все как-то… Об этом давайте думать сегодня везде. Да. Это то, о чем нужно сегодня думать. Как мы знаем. Очень хорошо. Очень хороший вопрос. Нету готовых ответов, опять же. Просто потому, что мы можем… Как-то… Ну, научиться, научиться понимать. Это нужно понимать. Все зависит от контекста, с которым вы работаете, от проекта, от состояния, от людей, от решений. Спрашивайте. Спрашивайте, если больше всех… Нет, это не так. Как вы думаете? Как вы думаете? Что? Что? Вместе идет о том, что это звенит, так? Нет. Так, что я начинаю вокруг этого крутиться и приходить… Это не другое, а не другое. Это не другое. Это не другое. Это не другое. Хорошо, нужно придумывать. Хорошо. Хорошо. Ребят, давайте… Давайте секундочку. У меня нет на сегодня ответа. У меня есть вопрос. Я задала сегодня вопрос. Давайте вы тоже эти вопросы побудете, и появится ответ. Давайте не решать сейчас оболькие решения. Давайте будем подышать, подышим, поговорим друг с другом. И желаю всем приезжать на семинары.